Бойня на Майдане Бойня на Майдане Якименко датирована 19 февраля. Руководитель службы безопасности объявил о начале в стране контртеррористической операции. Но предотвратить провокации и большую трагедию генералу не удалось. Десятки людей уже на следующий день погибли в центре Киева. Откуда эти снайперы? Выстрелы прошли со здания филармонии. За это здание отвечал комендант Майдана Порубий. В данном здании руководил Порубий. С этого здания работали снайпера и работали люди с автоматического оружия 20 числа. Они поддержали по сути силовую атаку на сотрудников МВД, которые были уже деморализованы и уже по сути бежали. Их преследовали уже вооруженные люди, вооруженные по-разному. В этот момент начался огонь на поражение тех лиц, которые атаковали сотрудников МВД. и начались у них потери. И это все проходило со здания филармонии. Когда же первая волна отстрелов закончилась, то многие зафиксировали выход с этого здания 20 человек, хорошо одетых, специально одетая форма была. У них были саквояжи, были сумки специально для переноски оружия, в том числе и снайперских винтовок. И специалисты это отметили. Были при них автоматы АКМ с актическими прицелами. Это тоже видели. И самое интересное, что это видели не только наши оперативные сотрудники, которые находились в воле своей службы на Майдане, но и видели представители Майдана. Это все. Видел правый сектор, видели представители свободы, видели представители батькивщины, удара. Снайперы, по словам Якименко, разделились на две группы по 10 человек. Одну из них СБУ потеряла из виду, другая заняла позиции в гостинице «Украина». Убийства продолжились. Но кто стрелял? Когда проходил уже отстрел более медленно, но отстрел именно представителей Майдана, то ко мне, как руководитель спецслужбы, было обращение со стороны представителей свободы и представителей права сектора с просьбой использовать группу Альфа для зачистки этих зданий, для зачистки от снайперов. К вам обратился... Да, правый сектор и свобода. То есть, исходя из слов генерала, ни Ярош, ни Тегнебок о снайперах не знали или звонками в СБУ пытались обеспечить себе алиби. В любом случае, выходили убийцы из логова коменданта Майдана Порубия. Сейчас он секретарь Совета безопасности страны в кабинете Турчинова Яценюка. Альфу для борьбы со снайперами Порубий не звал. Я был готов сделать это, но для того, чтобы зайти вовнутрь Майдана, мне нужно было согласование и Порубия. Иначе мне бы ударили силы самообороны в спину. Порубий не дал такого согласия. На Майдан ни одно, ни один элемент вооружения не мог завестись без разрешения Порубия. Ни один. Ни один пистолет, ни одна винтовка. Новые власти искать наемников не станут. Зачем копать себе яму? Слова Якименко еще один факт в пользу версии главы МИД Эстонии поэта. Снайперов наняла оппозиция. Теперь известно, кто именно виновен в смерти десятков людей. Порубий же ушел в сторону. Его перетянули к себе Порошенко. Перетянул к себе гвоздь Маломуж. Маломуж. Это представители разведки. Его подтянул Гриценко, который участвовал в этой же группе. Это силы, которые были и выполняли все, что говорилось им руководителями представителей Соединенных Штатов. Они, по сути, каждый день жили в посольстве. Не было такого дня, чтобы они не посещали посольство Соединенных Штатов. Якименко своим откровением по сути меняет привычную конфигурацию Майдана, превращая европейскую мечту протеста в американскую. Гвоздь и Маломуж это люди из разведки. Они работали в СБУ Приющенко. Гриценко, бывший министр обороны. Это он призывает идти на Россию войной. Порубей тот же наемник, только высокого уровня. Еще один проводник американских интересов это вновь назначенный глава СБУ Наливайченко. При нем агенты ЦРУ в службе безопасности были хозяевами. И, видимо, будут снова. Это правда про комнаты, которые Наливайченко выделил ЦРУ в здании СБУ? Да, это было правда. Действительно были предоставлены личные дела сотрудников на изучение сотрудникам ЦРУ. Сотрудники ЦРУ изучали эти дела. В свое время Джо Байден, вице-президент США, называл Наливайченко своим человеком в Киеве. Генерал, сливший штатом украинскую агентурную сеть, считал это за честь. Основной целью их было затягивание переговорного процесса и дать возможность действующему президенту договориться с Россией, чтобы Россия помогла укрепить социально-политический, социально-экономический строй в Украине. И в последующем путем смены президента привести Украину в Европу за деньги России. Кому все-таки помешала победа евроинтеграторов, ЕС? Есть только одна сила, кому это все мешало, я уже говорил, что это Соединенные Штаты. Только их не устраивало соединение Европы, Украины и России. Только их не устраивает таможенный союз. Готовились к рывку в Киеве давно. Впрочем, переворот начали раньше намеченного для этого 2015 года. Политики обдумывали стратегию, радикалы готовили боевиков. Лагеря эти существовали со времен Ющенко. Это проходило долгие-долгие годы, и по сути нам их побороть так и не удалось, потому что как только мы начинали зажимать, лагеря начинали проводиться в Польше, в Латвии, Литве. Но самое интересное, что у нас многие областные администрации Западной Украины оплачивали так называемые вышкалы из бюджета государства. Ну это знаете, как у нас Зарница, там была подготовка молодежи к боевым действиям. Посредникам в украинском перевороте США выбрали Польшу. У поляков в Киеве свои амбиции и надежное прикрытие. Все команды давались или из посольства Соединенных Штатов, или из посольства представительства Евросоюза господином Тамбинский, который является по сути гражданином Польши. И здесь роль Польши неоценима в том, что произошел военный переворот. Польша спит и видит восстановить свои позиции и восстановить старое свое желание речь посполитую. О финансировании Майдана Якименко говорит отдельно. Пресечь денежный поток не смогли ни МВД, ни СБУ. Миллионы долларов за два месяца переправлены Западом в Киев. С начала Майдана нам было как спецслужбе заметно значительное увеличение дипломатической почты, которая начала приходить в различные посольства Украины. Западные посольства, находящиеся в Украине. И мы иногда оценивали ее в десятки разы. В десятки раз превышала она обычный режим поставки почты. Второй вопрос, что буквально после таких поставок почтовых отправлений на адрес иностранных представительств на Майдане появилась иностранная валюта, это доллары США, уже нового образца. Вот один из таких эпизодов. Декабрь. Аэропорт Борисполь. Рейсы США встречает украинская инкассаторская машина. Груз досмотру не подлежит. Рядом американские дипломаты, и это они перегружают диппочту с наличными из самолетов броневик. Впрочем, местные олигархи помогали Майдану не меньше. Как и Порошенко, так и Фирташ, Пинчук, они финансировали Майдан. Они заложники данной ситуации, потому что почти весь бизнес, все их неактивы расположены за рубежом. И они выполняли команды Запада. Им не оставалось ничего другого, как поддержать Майдан и финансировать его. Так как в противном случае они остались без своих активов. Якименко жалеет о том, что не смог предотвратить жертвы. Рассказывает, что людей намеренно вели под пули. В основном приезжих из западных властей. Подготовленные боевики Майдана с баррикад ушли с первым выстрелом снайпера. Но генерал верит, время расставит все на свои места. Народ Украины терпелив. Я думаю, народ дождется и дойдет до определенной стадии, когда народ сметет их. И я надеюсь, что это будет скоро. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова